Сегодня для нас будет звучать. И очень хочется поговорить о любви к себе. Такое удивительное чувство, которое каждый понимает по-своему. А как на самом деле это устроено? И каким образом можно этой энергией в жизни более полно пользоваться? Кому это интересно, пожалуйста, напишите улыбочку. И мы сегодня с вами соединим психологию и эзотерику. На стыке наук. И начнём мы с вами с практики. Так уж мне повезло, что у меня были разные духовные учителя в жизни. И каждый из них вносил что-то новое, что-то интересное в моё развитие. И вот эти тонкие духовные энергии, они дают возможность гораздо более глубоко работать с собой, работать с другими людьми. И когда работаешь на тонких вибрациях, нужно всегда у человека спрашивать разрешение. Нельзя лезть, если тебя не просят. Не просят – не лезть. Поэтому я сначала вам немножко расскажу, как мы будем делать практику. А потом, если вы согласны, то напишите восхитительные знаки. Это будет разрешение к тому, что вы хотите участвовать в практике. Договорились? Итак, что такое тонкие вибрации для начала вообще? У нас есть официальная наука, которая изучает обычные вибрации физического тела. И учёные договорились, что можно померить вибрации, физические вибрации головного мозга специальными приборами. Выделили вот таких вот пять диапазонов, в которых работает человеческий мозг на физическом уровне. Сейчас мы с вами разговариваем на бета-уровне. Если человек поднапряжён, решает срочные задачи, либо надо быстро реагировать, это будет гамма-уровень. Видите, более быстрая вибрация, две частоты. А вот если тело расслабляется, сознание расслабляется, замечательная наша думалка расслабляется, то сознание как бы немножко усыпает, а бессознательное просыпается. Это называется альфа-уровень. Вы его проходите два раза в день, как минимум, когда засыпаете, когда просыпаетесь. Это естественное состояние для любого человека. Так вот, на альфа-уровне включаются дополнительные возможности. Его ещё называют уровнем гениальности. На этом уровне работают все гениальные певцы, композиторы, музыканты, артисты. Вы его хорошо знаете, потому что это нормальное физиологическое состояние человека. Только мы обычно его проскакиваем, когда расслабляемся и засыпаем. Если пойти в ещё более глубокое расслабление, в обычном состоянии человек уже дремлет. А мы с вами сегодня будем делать практику на тета-уровне. Использовать будем тета-хилинг. Тета – это как раз вибрации мозга, соответствующие уровню тета. Хилинг – это целительство. Это техника духовного целительства. Кто из вас уже был когда-нибудь на встрече со мной, я обычно об этом много рассказываю. А вот сегодня хочу вам показать такую практическую часть про любовь к себе. Итак, работать будем с вами на тета-уровне. Что же там происходит? На тета-уровне есть такой полный доступ к своему бессознательному. Потому что сознание вроде как уже почти спит. А бессознательное во всей ночи, во всей красоте тонких вибраций проявляется. Поэтому вы, с одной стороны, будете меня слышать, видеть, понимать. Но, с другой стороны, у вас будет полный доступ к глубинам своей памяти, к своему бессознательному, к тому, что на самом деле управляет человеком. Это иллюзия, что нами управляет замечательный головной мозг, наше сознание. Управляет на самом деле бессознательное. И вот сегодня будет удивительное путешествие в страну своего бессознательного. Кому интересно, пишем улыбочки. И теперь, что такое тонкие вибрации? Это когда тело все больше расслабляется, все больше включаются медленные волны, тета-волны. И вы будете просто расслабляться. Я буду рассказывать вам знакомые вам картинки. Вы будете себе их представлять. Это очень похоже на медитацию, только она будет более глубокой, так называемой динамической медитацией. Очень часто в медитации включают музыку. Вся музыка, посвященная медитациям, работает на альфа-уровень, вибрации альфа. Если я включу вам музыку, то вы застрянете на альфа-уровне. Нам нужно пойти на более тонкие вибрации. Поэтому просто под мой голос будете расслабляться, представлять себе красивые картинки. Они все будут вам знакомы абсолютно. И вы знаете, что когда работаешь с мастером, то поднимаешься на тот уровень тонких вибраций, на котором работает мастер. Поэтому дальше для вас все практики, все техники пойдут как раз на тета-уровне. Наша задача научиться стабилизироваться на этом тета-уровне. Это естественное состояние. Вы проходите его как минимум дважды в сутки, засыпая и просыпаясь. А сейчас наша задача научить свое тело стабилизировать в этом состоянии. И все полтора часа нашей встречи вы как раз и будете находиться в этих тонких вибрациях. Знаете, что еще интересно? Что когда вы находитесь на тонких вибрациях, автоматически для вас включается мощнейший целительный поток. То есть кроме того, что вы будете меня слышать, ваше тело еще будет автоматически исцеляться. Кому это нравится, пожалуйста, пишем улыбочки. У меня Ольга пишет, что пропало видео. Напишите, пожалуйста, цифру 1, у кого есть видео. Это только Ольге пропало, потому что я свое видео вижу. Пожалуйста, напишите единичку, кто тоже видео видит. Вижу улыбочку от Светы. Есть видео или нет? Есть. Оль, поэтому, ну вот пишу, что есть видео. Все появилось, а? Большинство, что ты хочешь. Итак, мы отправляемся в страну тонких вибраций. Кто согласен идти в эту практику, я буду вам говорить что-то, вы будете расслабляться. Буду картинки вам какие-то просить посмотреть. Пишем восклицательные знаки, что вы согласны. Выйти на тета уровень тонких духовных вибраций для того, чтобы научить свое тело стабилизироваться в этом состоянии. Итак, вижу ваши восклицательные знаки. Замечательно. Глубоко вдыхаешь. Легко выдыхаешь. Потянись сладко, чтобы тело расслабилось еще больше. И закрой глаза. И сосредоточь внимание на своем сердце. На своем прекрасном, добром сердце. И представь себе, что твое внимание мягко уходит в центр планеты. Оттуда поднимается красивая белая-голубая энергия планеты Земля. Планета, которая тебя очень любит. Которая подарила тебе твое прекрасное тело. Эта энергия проходит через стопы, через коленочки, через бедра. Поднимается выше-выше. Заполняет тело. Поднимается вдоль позвоночника. Включаются чакры одна за одной. Начинают работать ритмично, гармонично, здорово. Выше-выше поднимается энергия. Заполняет голову. И постепенно у тебя над головой образуется прекрасный, сияющий шар энергии. И ты как бы переносишь частичку сознания внутри этого шара. Он становится все больше, больше, очень легко, быстро поднимается выше-выше в вибрациях. И ты поднимаешься вместе с ним все выше-выше в вибрациях. И уже видишь, как далеко внизу, там, осталась маленькая планета Земля. Вся зелено-голубая, нежно увитая белыми облаками. А ты легко-легко поднимаешься выше-выше. И чем выше поднимаешься, тем мягче, пластичнее становится твое тело. Выше-выше в тонких вибрациях. Легко проходишь через нашу галактику. Обрати внимание, как здесь красиво. Бархатная темнота космоса. Знакомые созвездия. То здесь, то там. Мерцают яркие вспышки пульсаров. А ты легко поднимаешься выше-выше. И чем выше поднимаешься, тем мягче, пластичнее становится твое тело. И проходишь через нашу Вселенную. Обрати внимание, как мгновенно расширилось пространство до бесконечности. Бархатная темнота космоса. И до бесконечности множество разных галактик. И ты можешь даже услышать музыку Вселенной. Нежнейшую, тончайшую музыку. И легко поднимаешься выше-выше. И чем выше поднимаешься, тем больше расслабляется тело. Очень приятное ощущение. И ты выходишь за пределы физических вибраций. И переходишь в тонкие. И проходишь сквозь сменяющиеся слои света. Приятно яркий свет сменяется прослойкой более мягкого, более тусклого. И снова приятно яркий свет сменяется более мягким, более тусклым. Все выше, выше. Проходишь сквозь сверкающий слой золотого сияния. Здесь очень красиво. И поднимаешься еще выше-выше. Проходишь приятную желеобразную субстанцию законов. Находишь розоватый закон сострадания и милосердия. И через него поднимаешься еще выше. Там есть окошечко и проходишь в прекрасное жемчужно-белое сияние. И поднимись еще немножко выше-выше. И ты в прекрасном жемчужно-белом сиянии любви Творца. И прекрасно. Пожалуйста, потянулись, открыли глаза и написали в чат, какого цвета сияние было у вас над головой, когда мы начинали путешествие. И как себя сейчас чувствует тело. Буквально пару слов. А я пока буду вам рассказывать дальше. Итак, мы сейчас с вами на тонких вибрациях. И поэтому все, что я буду делать сегодня, вы будете очень тонко чувствовать. И к вам будет приходить очень важная ситуация из вашей жизни, для того, чтобы вы могли понять, как вы можете больше любви к себе создавать, для того, чтобы быть еще более успешными. Итак, смотрите на картиночку. Приходит в жизнь прекрасный малыш. Такой необыкновенный, большой, яркий мир. И родители так радуются, с таким трепетом ждут его рождения. А потом начинают его воспитывать. И так уж как-то принято у нас, что малышей воспитывают и иногда на них кричат. Что малышей воспитывают и иногда их шлепают. Что малышей воспитывают и иногда бывают к ним несправедливы. Я хочу спросить у вас. Было ли в вашем детстве хотя бы один случай, когда на вас кричали, или вас шлепали, или с вами несправедливо поступили? Если да, то напишите просто в чатик плюсик. Если нет, такого не было никогда. У вас была суперидеальная семья. На вас никогда, никогда в жизни не повысили голос. С вами всегда поступали исключительно мудро и по-взрослому. Тогда, наверное, этот вебинар не для вас. Потому что сегодня нам важно понять, каким же образом формируется любовь к себе или не формируется любовь к себе. Спасибо большое за ваши плюсики. И что получается? Ведь ребенок, он любит маму и папу абсолютно безусловной любовью. Мама с папой для него просто полубоги. Какие-то супер совершенные существа. Правда? И вот в какой-то момент вдруг было в твоей жизни такое, что вот этот полубог, человек, который для тебя был абсолютным совершенством, он вдруг начинает на тебя кричать, он вдруг начинает тебя ругать, он вдруг говорит что-то такое, что вообще выходит за рамки твоего детского понимания. Напишите, пожалуйста, пару слов буквально. Что тогда произошло? Вот я рассказываю, а ты ведь помнишь эту ситуацию, правда? Буквально пару слов там. Мама шлепнула, или папа накричал, или ремнем за что-то. Что это было? Что вспоминается? Какая ситуация сейчас приходит? И что получается там внутри у ребенка? Он же не очень понимает, как устроен этот мир. И когда все было хорошо, 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 и ему говорили, я тебя люблю, я тебя люблю, а потом вдруг этот же человек на тебя кричит, или этот же человек тебя наказывает, у ребенка происходит такая, скажем так, спайка, что любовь равно боль. Тот, кто любит, причиняет боль. Вот удивительно. Кто из вас когда-нибудь имел собаку, и ее воспитывал? Напишите просто буквочку «С» в чат. То есть вы проходили через опыт воспитания щенка. И, возможно, читали книжки умные. И есть там в этих книжках такая замечательная фраза, что рука хозяина никогда не должна наказывать щенка. Если уж хотите наказать, то возьмите газету и шлепните газеты. Вот почему-то про щенка это все знают, что нельзя наказывать. Рука хозяина должна только гладить. А вот в отношении детей, ну нормально. Это я его так люблю и воспитываю таким образом. Меня же тоже так воспитывали. И ничего, вырос нормальным человеком. Так говорят взрослые люди, правда? А у ребенка в этот момент происходит такое бомбс-соединение. Любовь равно боль. Тот, кто любит, причиняет боль, оказывается. И когда-то это было сильнейшим стрессом для малыша. Ты, скорее всего, этого не помнишь, потому что это обычно происходит в достаточно раннем возрасте. Но что получается потом? Удивительные вещи. Давайте поговорим об этом. Если любовь боль, и если любят, то наказывают, то чтобы любили, и чтобы не было так больно, лучше самому наказать себя. Представляете, как это работает? Лучше я сам себя накажу. Ну, чтобы не было так больно. Детская психология. Он не понимает, малыш, что у него так складывается. Но так складывается. А вот сейчас я вас спрошу. Как взрослые наказывают себя? Посмотрите, пожалуйста, на взрослых вокруг себя. На тех, кого вы знаете. На своих друзей, на своих знакомых, на своих подружек. Как взрослые наказывают себя? Пишем в чат, пожалуйста. Каким образом умные, взрослые почему-то наказывают себя? Какие есть идеи? Кричат на себя точно. Вот внутри на себя кричат. Злятся на себя. Да. Ругают сами себя внутри. Да. Пишем циферку один. Кто из вас хоть раз в жизни это делал? Был с собой недоволен и внутри, молча, внутри кричал на себя, злился на себя и ругал себя. Спасибо большое за честность. А еще как наказывают сами себя? Ну, например, заставляют себя много работать и не досыпают. Да, спасибо, Оля. На диеты себя сажают, наказывают себя едой. Аскезы разные сами себе придумывают. А еще как вариант, вот если брать с едой, например, себе худший кусочек или себе в последнюю очередь. Или, например, что сначала надо купить всем домашнее, там что-то, там, сапоги, одежду, пальто, шапочки, там, теплые свитера красивые и так далее. А себе в последнюю очередь пишем циферку два. Кто проходил это в своей жизни и ты помнишь про себя? Или знаешь кого-то из своих знакомых взрослых, у кого такое есть и это считается нормальным? Это типа хорошо? А еще как интересно себя наказывают, что должен болеть. Болеть надо, чтобы себя наказать. Сначала работать так, чтобы прям очень устать, а потом заболеть. И это тоже будет вариант наказания. И то, что я сейчас написала, это просто первое, что в голову пришло. А на самом деле, это много разных вариантов, как взрослые себя наказывают. Запрещают себе любить, например. И вот если все это собрать вместе, частенько бывает, что там внутри появляется такая удивительная фраза, что я недостоин жить. Я недостоин жить. Я недостоин носить красивую, дорогую одежду. Это другие только могут. Я недостоин иметь хорошую машину. Это другие, у меня денег нет. Я недостоин много зарабатывать. Это другие, у них образование лучше. Они поэтому зарабатывают больше. И вообще они умные какие, а я недостоин. Ну и так далее. Ты можешь не писать сейчас в чат. Просто для себя. Вспомни, пожалуйста, как ты сам себя периодически наказываешь. Удивительно. Удивительно. Но факт. Кто согласен, пишем, пожалуйста, плюсик. И даже есть такие расхожие фразы. Вот говорят народные фразы, а не самые-самые такие, да. А ведь какая фраза есть? Бьет, значит любит. Это все об этом. Представляете, как интересно устроено. Интересно. Найдем дальше. А поскольку это очень больно, когда сам себя наказываешь, и неприятно испытывать такую боль, то можно как вариант закрыть чувства. Я вам даже картинку такую нашла. Какой мой мальчик, да? Какой мои чувства. Чтобы не чувствовать боль, лучше как бы это отключить. Ну, чтобы не было так больно. Отключается боль, уже нету я такой острой. Когда ты недоволен собой, когда ты критикуешь себя, когда ударка идет по самооценке и так далее. Да, не больно, но при этом закрывается и все остальное. Закрывается чувство счастья, закрывается чувство свободы, закрывается чувство радости. И спрошу у вас, вспомните, пожалуйста, себя, ну, это так лет 20-30 назад. И сейчас свои чувства. Кто заметил эту удивительную тенденцию, что вот как-то меньше радости стало в ощущениях? Напишите, пожалуйста, плюсикам. У кого есть это удивительное чувство, что как-то ты не так уже чувствуешь, нету вот тех эмоций, которые были лет 20-30 назад в твоей жизни? Пишем плюсикам. Спасибо за честность. Что значит закрыть чувства? Если брать с точки зрения физиологии, то что происходит? У человека как бы не создается, вот знаете, как лего устроено. В лего есть такие пупырышки, и чтобы второе лего подсоединить, то нужно пупырышки к пупырышкам, да, зацепить как бы. А вот у человека этих пупырышков не создается. Чувства проходят мимо него, он не в состоянии их чувствовать, потому что они как бы не подсоединяются, нет вот этого места, в котором можно подсоединиться. Закрыты чувства. Не заходит энергия внутрь, не генерируется энергия. Ну, это достаточно сложный механизм, там у нас-то все химически внутри регулируется, но сам факт. Итак, люди закрывают чувства, и тогда получается такое красивое, умное лицо, и такой правильный мальчик, или правильная девочка, который ничего не чувствует. Но при этом там внутри все равно остается такое желание, чтобы любили, правда? Ну, чтобы любили, ну, чтобы больно не было. То согласен, пишем плюсиком. Где-то там внутри она все-таки есть. А вместе с тем, чтобы закрыть чувства, еще и другой вариант. Раз, когда любят, то наказывают, и я сам себя наказываю, то вообще мир-то опасен. И радости в нем мало, и счастья в нем мало, и любви в нем мало, и вообще доверять нельзя никому. Потому что раз обжегся с кем-то из партнеров в отношениях мужчин и женщины, два обжегся с кем-то, с начальником не поладил, вот и все. Мир опасен. Заверять нельзя никому. Помните, кто-то у нас говорил, Мюллер, да? Верить нельзя никому. Мне можно. Вот так. А то даже себе не верят. Пишите плюсиком, кто узнает своих знакомых, других взрослых людей, или, может быть, себя в своей жизни. То, что я сейчас говорю, это просто такая глубинная диагностика, что на самом деле происходит с тобой. И что на самом деле обычно люди называют любовью к себе. Вот приходит ко мне человек на консультацию и говорит, да я себя люблю. Да, да нормально все. Внешне, да. А давайте посмотрим, что там внутри происходит. И так мир опасен, доверять нельзя никому. И любви вообще мало. И тогда эту любовь надо хоть как-то добывать. Но откуда-то же ее брать надо, а там же внутри-то маленькая хотелочка все-таки есть. И люди находят разные интересные способы, как эту любовь можно добыть. Ну и первый вариант – это делать хорошие, добрые дела другим людям. Пишем, пожалуйста, буквочку L. Кто в своей жизни знает, что у тебя реально есть такая огромная потребность делать добрые, хорошие дела другим людям. И ты искренне стараешься это делать для других людей. Пишем, пожалуйста, буквочку L. Ты действительно от всей души стараешься людям помочь. И у тебя есть в этом потребность, необходимость внутренняя, искреннее желание, чтобы в их жизни что-то было лучше. И ты стараешься изо всех сил. Спасибо большое, вижу ваши луковки. Делать хорошие дела людям. А теперь давайте смотреть с другой стороны. Посмотрите, пожалуйста, на картинку в чате, которую я для вас нашла. Это как в том анекдоте. Вовочка, ты почему на полчаса опоздал на урок? Ну, извините, я бабушку через дорогу переводил. Слушай, ну на полчаса же опоздал. Что ж там за дорога была? Что ж ты там делал? Да просто бабушка очень сопротивлялась. Вот это как раз из этой серии. Кто из вас заметил, что вы хотите делать добрые дела и делаете добрые дела людям? А они странно, это как-то не оценивают. Пишите, пожалуйста, минусик, кто в ответ на свои добрые дела периодически получает ну, очень неприятную обратную связь. Когда люди говорят, не лезь, нам не надо, вообще не суйся в мою жизнь, сколько можно, нам уже надоело, ты всё знаешь, ты не слышишь нашего мнения, ну и так далее. Достаточно часто бывает, например, с детьми, которые уже подросли, или вот совсем недавно была женщина на консультации и говорит, боже, Лена, а ведь мне подружки всё время говорят, ну, чего ты нас всё время научишь? Мы хотим иметь просто подружку, а не маму, которая всё время всё рассказывает, как нам надо делать. Она говорит, а я же искренне, я же правда хочу им помочь. И вот тут вступает в силу волшебный закон Шипакляк. Кто смотрел этот мультфильм, напишите плюсики, пожалуйста, в своём детстве. Помните, как она говорила? Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. И где-то Шипакляк была права. Как вы думаете, в чём тут секрет-то? Вы же искренне делаете добрые дела. Спасибо большое за ваши плюсы. Ну как так? Она отрицательный персонаж. А она действительно права. Права в том, что есть такой закон на нашей планете, что не просят – не лезь. Помогать другим людям можно только тогда, когда они об этом просят. Потому что есть ещё один закон, который называется закон свободной воли человека. Или закон свободного выбора человека. Вот Оля пишет – не лезь, когда они просят. И тогда получается, что ты такой умничка. Ты реально очень хочешь помогать, но не просто так. А потому что тебе не хватает внутри любви к себе. И тебе её нужно добывать. И ты нашёл такой хороший способ добывать любовь из других людей, делая добрые дела, чтобы они в ответ тебе тоже давали любовь. Вот только немножко промахнулся, что не учёл, что делать эти добрые дела есть смысл только тогда, когда другой человек об этом просит. Иначе ты нарушаешь главные законы, по которым устроено наше пространство здесь. Как вам такая интересная идея? Хорошими делами прославиться нельзя? Великолепная старушка Шапокляк. Кому теперь это запомнится надолго? Напишите, пожалуйста, цифру 8. Итак, почему человек всё это делает? Вот он добрые дела делает, 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 но в ответ ему очень важно получать любовь. А если любовь тебе не даёт в ответ, то какие чувства возникают? Напишите, пожалуйста, в чат. Ты делаешь, делаешь, а они не даёт любовь. Какие чувства возникают? Да, спасибо. Злость, обида, гнев. Нехорошее чувство возникает, правда? И вот сейчас поднимайтесь, пожалуйста, на духовный уровень повыше и посмотрите оттуда. Вы же можете это сделать. И посмотрите, вот человек как бы со стороны делает, делает много добрых дел, но зачем делает? Чтобы в ответ получать любовь. А если любовь не даёт, то он злится, обижается и так далее. Разочаровывается, спасибо большое. Говорит, что другой человек неблагодарный. А вот теперь смотрим с духовного уровня. На самом деле, правда, этот человек отдаёт или забирает? Пишите в чат только одну букву. О, если отдаёт, энергию любви. З, если забирает. Как вы это видите с духовного уровня? Что происходит? Ещё раз смотрим с духовного уровня. Человек делает, делает, делает много добрых дел, но не просто так, а чтобы в ответ получать любовь. А если они бессовестные, не даёт любовь, то он обижается, разочаровывается, говорит, что другие люди неблагодарны. Спасибо большое за честность и за мудрость. Оля пишет, забирают. Светлана пишет, забирают. Представляете? А внешне-то как красиво. Ты же добрые дела делаешь. А на самом-то деле забираешь у людей любовь. Добываешь таким образом. Вот как всё устроено. А зачем нужно забирать? Потому что не хватает любви к себе. Интересно? Вот он волшебный закон шапогляк. Не просит, не лезь. И есть второй вариант, как люди добывают любовь. Любви к себе не хватает. И тогда же как-то нужно и откуда-то забывать. Её мало в мире получается. И тогда ещё можно нарушать границы других людей. Что это такое? Вот в детстве, когда мама или папа вас ругали, вас наказывали, они нарушали границы вашей личности. И тогда такой малыш, у кого в детстве этого было много, он вырастает и привыкает к тому, что его границы, его личности нарушают. И тогда ему легче прогнуться, подстроиться, чтобы как-то вот хороший мир, вернее, плохой мир лучше, чем хорошая война. Пишите, пожалуйста, плюсиком, у кого такое есть. Как бы подстраиваешься под других людей. Ну ладно, что мне жалко, я прогнусь, корону сниму. Ну либо всё хорошо было, тихо. Чтобы не было скандалов, ссоров и так далее. Спасибо большое. Напишите, пожалуйста, в чат. А как ещё люди нарушают границы? Какие есть варианты нарушения границ? Что такого делают взрослые люди, что нарушают границы других людей? Пишем, какие есть идеи. Любви мало, надо её как-то добывать. И вот добывают через нарушение границ. Что это такое бывает? Вспоминайте себя, свою жизнь, своих друзей. Да, да, да. Например, кричать на другого человека – это нарушать его границы. Если в детстве нарушали твои границы, автоматически это значит, что ты будешь нарушать границы других людей. Так уж устроено. Люди кричат друг на друга – ещё как нарушают границы. Обижаются друг на друга, допустим, стена молчания. Это тоже нарушение границ. Казалось бы, да? Как ещё обижают? Как ещё нарушают? Физическая сила могут нарушать, точно. Ещё как. Запрещать что-то делать другому человеку. Просто советовать другого человека, когда он об этом не просит. Это тоже нарушение границ. Представляете, как интересно? И вот тогда что получается? Любви не хватает, любви мало. Любовь – это боль. Человек закрывает чувства. Человек начинает добывать любовь из других людей. Либо по-доброму, хорошими делами. Либо наоборот, нарушая границы других людей. И всё это люди называют любовью к себе и любовью к другим людям. Наказывая себя, называют любовью к себе. Добывая любовь из других людей, называют любовью к людям. Как вам такая картинка? Пожалуйста, пишем улыбочку. Кто, кто узнаёт знакомую картинку жизни из своей жизни, из жизни других людей. Пожалуйста, пишем. И всё это вот здесь, вот в этой коробочке. Потому что когда-то ребёнок, ну как бы, не понимал, как устроен этот мир. И у него вот так вот получилось. И пошла такая стратегия по жизни. И что же с этим делать? Кому интересно, пишем циферку 3. Вот Оля ещё пишет, как нарушают границы. Думают, что им должны. Имеют привилегии. Я же мамка, например. Если с ребёнком в общественном месте, то, как бы, говорят, ему там, закроют, не кричи, веди себя прилично. Всё нарушение границ. Спасибо большое. И что получается дальше? Человек вот так вот проявляется, вот так выстраивает свою жизнь. И где-то интуитивно он понимает, что что-то не так. В него постепенно накапливается чувство вины, что он какой-то не такой, он какой-то нехороший. Раз люди там с ним не хотят иметь близких отношений, раз люди не хотят с ним контактировать, раз люди обижаются на его какие-то благие порывы, у него накапливается чувство вины. И вот как же работает чувство вины? Давайте вспоминать, как это в детстве бывает. Малыш чего-нибудь там напроказничал. Мама, папа говорят ему, ну-ну-ну, ай-яй-яй-яй-яй. Малыш что говорит в ответ? Я боссе не буду. Тут же разворачивается и тут же делает по новой, правда? Кто согласен, пишем плюсик. То есть, почувствуется, я виноватым. Уже хорошо. И всё можно делать по новой. Ну, ещё пример из взрослой жизни. Представьте себе, мужчина гуляет, и сосед его тоже гуляет. Мужчина приходит домой, ой, как стыдно, жене в глаза смотреть стыдно, детям в глаза смотреть стыдно. А сосед гад гуляет, хоть бы покраснел. Тогда смотрите, что происходит. Этот почувствовал вину. И это уже автоматически означает, что он какой на фоне соседа, раз он чувствует вину, пишем в чат. Какой он тогда на фоне соседа, раз он почувствовал вину? Точно, значит, он уже хороший. А значит, можно ничего не менять. Вот как интересно. У нас какие-то совершенно базовые вещи с детства, бывают очень перековерканы там внутри в голове. Потому что чувство вины на самом деле очень конструктивное чувство. Очень конструктивное. Только как его можно использовать? Смотрите. Пишите сами, пожалуйста. Если почувствовал вот это чувство вины, это значит сделать так, чтобы в следующий раз было по-другому. То есть чувство вины – это такой великолепный звоночек внутри, что что-то пошло не так. И надо найти какой-то способ, как сделать по-другому. Но по-взрослому говоря, взять на себя ответственность, чтобы в следующий раз было по-другому. Вот зачем дается чувство вины. Как вам такая идея? Кому нравится, пишем циферку 4. А нормальным людям не нравится. Потому что гораздо проще. Почувствовал себя виноватым и уже хорошо. И можно ничего не менять. Кому же хочется брать на себя ответственность? Это пусть они меняются, правда? Это же они меня обижают. Это они не принимают мои добрые дела. Это они залезают на мои границы. Так ведь устроено у взрослых, правда? А теперь давайте дальше смотреть. И получается так. Любви мало. Любовь – это боль. Усиливающееся чувство вины. Мир опасный. И все это дает внутри вот такое очень неприятное чувство страха. Чувство страха, что ты не знаешь, что с этим делать. Чувство страха перед будущим. Мало то, что чувства хорошей эмоции, позитивной закрыты, а это еще и накапливается. Оксана пишет. А если я чувствую себя виноватой, что болеет моя мать, что изменить? Пример. Ну, все очень просто. Почувствовала себя виноватой. И дальше что? Взвалила на себя ответственность. Дети очень часто взваливают на себя ответственность, не понимая, что такое ответственность. Потому что по большому счету каждый человек берет ответственность за кого? За себя. За свои действия. За свое состояние здоровья. А если мама решила себя наказать через болезнь, а болезнь – это всегда очень выгодно. Я буду говорить очень странные вещи. Болезнь – это всегда очень выгодно. Напишите, пожалуйста, в чат. Просто из своего опыта. Чем выгодно, когда болеешь? Пишите. А я пока просто начну говорить первое, что мне приходит. Ну, например, что когда болеешь, сразу же уделяют много внимания. Наконец-то. Оставляют свои дела. И ты становишься центром внимания. За тобой начинают ухаживать. Дают тебе чаечек. Делают тебе массажик. Приносят тебе какие-то там малинки, калинки и прочие всякие вкусняшки. Выгодно? Выгодно. И получается, что наказывать себя болезнью выгодно. Ты еще и получаешь внимание других людей. Например, дочери, которая вообще неизвестно, чем занимается. Где-то там на работе ходит. А мама уже вот в возрасте. Ей не хватает внимания. Не с кем поговорить. А тут, пожалуйста. Я сейчас говорю как бы такой грубый вариант, Оксана. Но если ты понимаешь, о чем я говорю, напиши, пожалуйста, плюсик. И тогда это называется манипуляция другими людьми. Вот то, что мы говорили. Нарушение границ. Сложилась картинка, Оксана, о чем идет речь? Болезнь всегда очень-очень-очень выгодна. Чувство вины всегда очень-очень выгодно. И появляется страх, что ты не знаешь, как всем этим управлять. Потому что тебе нужно как-то все это контролировать. А оно все рушится. И все не так, как тебе хочется. И любви мало. И любви к себе мало. И вместо любви к себе ты себя наказываешь. И другие люди нарушают границы. О, кошмар! И в какой-то момент все это наваливается на человека. Он начинает болеть, потому что, да, он начинает получать выгоды из этого мира, манипулировать и так далее. И вот этот страх, он всегда будет, всегда будет накапливаться, если нет доверия. А откуда доверию взяться, если когда-то маленький ребенок так верил своим родителям, а они говорили, что его любят, а при этом наказали. Видите, когда пошла петля, и она все тоже, тоже, тоже затягивается. Вот как это не странно, то, что я сейчас говорю. Это опыт 15-летней работы с людьми. Я каждый день провожу 2-3 консультации. И люди приходят, и приходят, и приходят с тем, что у них вот так происходит в жизни. Внешне человек может быть там, хохотунчик, веселунчик, внешне. Вспомни себя, пожалуйста. Вот когда смотришь себе в глаза, вот честно себе в глаза, ты можешь быть внешне хохотунчик, веселунчик. Напишите, пожалуйста, плюсикам, кто понимает, что там в глазах реально есть печалька. Накопились вот эти вот чувства. Чувства вины, обиды, боли, гиперответственности, страха. И ты даже не хочешь себе в этом признаваться. Я вот сейчас рассказываю, а тебе даже в чат не хочется писать, потому что ты реально понимаешь, что там есть, и ты не знаешь, что с этим делать. Спасибо большое за вашу искренность, честность, что вы пишете плюсики сейчас. И я очень люблю свою работу. Потому что очень легко всё это поменять, изменить, трансформировать. Потому что всё то, о чём я вам рассказываю, оно не на уровне сознания у человека. Потому что ни один нормальный, здоровый психический человек не будет сознательно себя наказывать, не будет сознательно нарушать границы другого человека, не будет сознательно жить с чувством вины или с чувством страха. Согласны со мной? Ни один здоровый психический человек сознательно это делать не будет. Сознательно мы будем говорить, да я хочу быть счастливым, да я хочу быть весёлым, да я хочу хороших отношений, я хочу любви. Это голова говорит. А вот всё то, о чём я вам рассказывала, это всё происходит там, в глубине, в бессознательном. И что самое интересное, именно это и рулит всей твоей жизнью. И что самое приятное, что это можно менять. И можно менять легко. Кому это интересно, напишем циферку 5. Какие же есть способы для этого? Ну поскольку мне уж так повезло, что у меня есть несколько разных образований высших, в том числе есть психологическое образование. А второе, о чём мне повезло, что кроме трёх высших образований, я ещё эзотерик, и это передаётся на спороду. То есть это умение работать в тонких вибрациях. Более 50 сертификатов, посвящённых психологии, которые у меня есть. Вот сейчас, когда поменялись энергии на планете, когда появились более тонкие вибрации, когда можно работать на тета-уровне, когда можно иметь прямой доступ к бессознательному и помогать человеку разобраться со всей этой кашей, про которую мы сейчас с вами говорили. Ведь на самом деле всё это очень просто, но нужно понимать, что там происходит. И всё дело в том, что сам человек туда не имеет доступа. Мы имеем доступ только к тому, что называется сознание, вот логика наш, ум. А когда происходит сильнейший стресс, а помните, когда маленького ребёнка наказывают, у него сильнейший стресс происходит, он никак не может понять, как тот человек, который говорит, я тебя люблю, тут же может его шлёпнуть и дать подзатыльник, тут же может на него накричать. Для ребёнка это просто несовместимые вещи, это суперстресс. В этот момент сознание как бы отключается, оно не может это переработать, и эта эмоция проваливается в бессознательное. И поскольку таких стрессов бывает за детство много, то оно там накапливается в бессознательное. И всё. И доступа туда нет. Вот так получается, что нейронных связей нет. Вы помните, в Магнуд для того, чтобы что-то чувствовать, чтобы что-то помнить, там нейронные связи новые возникают. А когда суперстресс, то вот эти нейронные связи не возникают просто. Оно провалилось, и человек как бы забыл. Я не зря вас попросила поучаствовать в практике, для того, чтобы вы сейчас могли себе вспомнить это всё, чтобы вы на тонких вибрациях, находясь, заглянули туда в бессознательное. И вот можно с этим легко и просто работать. И чем отличается та работа, которую делаю я, как мастер? Раньше не было такой возможности. И когда я работала просто психологом, не было такой возможности. И на эзотерическом уровне не было такой возможности. Потому что были вибрации другие у планеты. Раньше вся эзотерика была посвящена тому, чтобы просто закачать человека позитивной энергией. Психология была посвящена тому, чтобы человек разобрался с тем, что у него ведь в логике, в его памяти вот здесь вот есть. Но прямого доступа в бессознательное по большому счёту не было. И нужны были годы для того, чтобы хоть как-то человек мог разобраться. Нужна была постоянно закачка позитивной энергии, для того, чтобы он чувствовал себя плюс-минус комфортно. А сейчас можно делать очень легко. Все уроки, которые нам даются, все ситуации, которые нам даются, они для чего-то нужны. У них у всех есть источник. У любой болячки, которая есть у человека, всегда есть источник. И источник этому какой-то стресс. Абсолютно все дисбалансы в теле, абсолютно все болезни начинаются вот с такого сильнейшего суперстресса. И достаточно убрать этот суперстресс, вот то, что записалось там в бессознательном, тело автоматически выздоравливает, представляете? Все душевные болезни, а они чаще всего связаны с отношениями с близкими людьми. Развод, измена близкого человека, смерть близкого человека, то есть то, что душевно нас очень сильно трогает, это тоже сильнейший стресс. И он тоже проваливается в бессознательном. И человек пострадает, пострадает год-два, а потом вроде как забыл. Ничего не забыл, на самом деле все там внутри бродит, и бродит, и бродит. И тихо, сейчас скажу страшную вещь, но так и есть, оно тихо убивает тебя изнутри. Оно дает вот эти дурацкие программы самоуничтожения, которые человек не замечает, потому что они в бессознательном. Задумывайся когда-нибудь об этом? Знаете, почему я очень люблю свою работу? Потому что это легко можно убрать. Да, можно сидеть в медитациях и накачиваться позитивной энергией. Да, можно идти к какой-нибудь там гадалочке, можно там отливы какие-то делать. Это все будут временные вещи. Я всегда говорю, что полумиры, они никогда не были на самом деле эффективными, потому что это будет временно все. И вот раньше все, что делалось на уровне эзотерики, это как бы был временный результат, временное улучшение. Да, можно смотать какую-то мандалу или нарисовать ее. И временно у тебя улучшится настроение, и временно гармонизируется пространство. Ну, причина-то никуда не ушла. А вот здесь есть возможность поработать с причиной. И возможность появилась тогда, когда стало возможно выходить на тонкие вибрации, когда можно напрямую считывать, что произошло, откуда пошел этот сбой. Где была та ситуация, которая дала тебе вот этот вот разбаланс внутри? Иногда это бывает в твоей жизни, иногда это бывает в родовой программе, то есть у кого-то из рода по папе, по маме произошел какой-то сбой. И тогда это был очень сильный стресс, и человек с ним не справился. И эти сильнейшие стрессы, они записываются в гены. Представляете, вот вокруг каждого гена есть свое морфогенетическое поле, и там записана эта информация. И дальше всем следующим поколениям она передается. Вот есть наследственные болезни, которые передаются, а есть вот такие вот сильнейшие стрессы, ситуации, которые передаются дальше по роду. Ну, например, видели ли вы когда-нибудь такое, что бабушка потеряла мужа на войне, мама несколько раз была замужем и не сложилась с мужчинами, и дочка не может выйти замуж. Пишите плюсикам, кто такое когда-нибудь видел. Вот классический пример. Там нет болезни, которые передавались бы по роду. Но там есть вот эта морфогенетическая программа, что как бы сбой пошел в отношении к мужчинам и женщинам. Тогда приходит девушка и говорит, не могу найти мужчину, ну, кончились мужчины. Или сбой пошел, допустим, по финансам. Где-то там в роду что-то произошло, очень сильный стресс, потеряли очень много, бац, и человек говорит, слушай, ну вот бьюсь, бьюсь, и стараюсь, и умничка, и там и образование есть, и работаю. Ну, вот не могу никак все время ни одно так другое, ни одно так другое, не держится деньги в руках, и все. И это было не в ее жизни, это родовая программа. Но важно посмотреть, что произошло, и тогда это можно гармонизировать. И таких программ просто море, просто удивительно. Какие необыкновенные программы, странные для сознания, на самом деле рулят жизнью людей. Ну, вот не так давно была девушка на консультации, причем смотрите, как я работаю. Одно делает то, что я вижу своим ясновидением, яснознанием, а другое дело, что сделать так, чтобы человек это увидел, чтобы он увидел, как это проявляется в его реальной жизни. И, допустим, не так давно была девушка, у которой внутри была программа, которая выстраивала все ее отношения, что мне нужно обижаться для того, чтобы развиваться. И как работала эта программа? Что у нее внутри потребность к развитию, как у любого нормального человека. Но она могла развиваться только тогда, когда она с кем-то ссорилась, злилась на того человека, злилась на себя, и чтобы кому-то что-то доказать, что она чего-то стоит, она начинала развиваться. А резко там в профессии рывок делала, или там начинала там собой заниматься, развиваться, или там увлекалась чем-нибудь. Но для того, чтобы этот толчок произошел, ей нужно было сначала разгружить отношения с кем-то, на кого-то обидеться. И она говорила, Боже, слушай, вот это да. А ведь действительно всю жизнь так происходит. Я даже никогда не думала, что так. Вот эту программу, когда ее находишь, самое главное ее найти, чтобы человек ее отследил, поймал за хвост. Потому что с точки зрения здравого смысла это полный бред. Ну как это? Обижаться, чтобы развиваться. Ну правда же, нелогично. А в бессознательном программе сидит. Кому нравится эта идея? Кто понимает, что что-то в этом есть? Напишите, пожалуйста, циферку 8. Вот эти внутренние, глубинные, бессознательные вещи, они рулят всей жизнью. А человек такой удивляется, что-то не получается, что-то не достигает, что у меня канал изобилия, как-то нехорошо работает. Сядет в медитацию, покачает немножко энергии, временно легче станет. Но причина-то не убрана, а причина там в глубине. И то, что я вам хочу предложить, это не просто наклеивать ликопластыри на гнижие, да, чернички какие-то по жизни. Ну что можно сделать так, чтобы человеку временно закачать энергию, и все будет хорошо. Или там орган временно оздоровится, или там душа временно перестанет болеть. Я вам предлагаю по-настоящему глубоко поработать там внутри. Это вся персональная работа, потому что вначале нужно сделать хорошую диагностику, что на самом деле происходит, в каком месте произошел вот этот дисбаланс, сбой. В твоей жизни произошел, или где-то в родовой программе. И тогда, когда это видно, я всегда человеку спрашиваю, скажи, пожалуйста, как это у тебя внутри звучит? И говорю, вот я же слышу, я же вижу эту программу, она мне ее показывает на толком плане. Говорю, вот что-то очень похожее вот на это. И человек так раз-раз-раз говорит, слушай, точно, вот так. И дальше с этим можно легко работать. Но просто так энергетически эту программу врать невозможно, потому что она записана в генах. Она записана в генах, понимаешь? Поэтому важно взять урок. Все, что с нами происходит, происходит для чего-то. чему-то тебя учили благодаря этой ситуации. И, допустим, если в детстве папа мальчика наказывал, бил ремнем, кричал на него, издевался всячески, то у мальчика есть два пути. Он может вырасти и точно так же наказывать, бить ремнем, кричать на своих детей, а может, испытав на себе это все, взять уроки и уже в своей жизни выстраивать совершенно по-другому. Но только фишка в том, что очень мало кто умеет взять уроки. Логикой все понятно. Напишите, пожалуйста, плюсиком, кто из вас в своей реальной жизни хоть раз, когда-нибудь, кричал на детей, на своих или на чужих, не важно. Кто из вас когда-нибудь, да, хотя бы один подзатыльник, шлепнул или так далее, на своих, на чужих, не важно. Но при этом в твоей жизни было такое, что ты знаешь, как это неприятно. И может быть, когда-то в своем детстве ты говорила, я так никогда делать не буду, я не буду кричать, а потом вырастаешь и делаешь. Честно, пишите плюсиками, у кого такое было? Это бессознательная программа, они нами рулят. И у вас есть уникальная возможность в своей жизни, в своей семье, самое главное, в своем роду навсегда заменить, поменять вот эти программы, которые выстраивают дурацкие отношения мужчины и женщины, которые ломают финансовый поток в твоем роду, которые не дают тебе возможности быть счастливым, гармоничным. Потому что, когда закрыты чувства, да, боль не чувствуется, но нет и радости, нет счастья, нет вдохновения, нет творчества, того, которого тебе очень хотелось бы иметь. Оно закрывается вот этими вот негативными программами. Как вам такая идея, что с этим можно легко поработать? Я, конечно же, сделаю вам супер скидку, потому что у нас сегодня последний день конференции. И смотрите, черненьким написано то, что обычно, а красненьким написано то, что для вас, если в течение двух дней вы сделаете себе этот супер подарок. То есть, это консультация в скайпе. Один час работы стоит вот такую вот денежку. И за этот час диагностика, что происходит на самом деле, какие программы рулят. Есть программы поверхностные, а есть такие глубинные, корневые. Вы знаете, это как будто бы, вот когда строишь из кубиков такую башенку, кубик на кубик на кубик, то можно как бы верхние кубики сбрасывать, а можно нижние убрать, и вся башенка разрушится. Вот важно работать так, чтобы убирать нижние, чтобы сразу все остальное автоматически выравнивалось. И это называется корневая программа, корневое убеждение, корневой родовой закон. Вот важно его найти, понять, что, какой нижний кубик является, и с ним работать уже. И тогда все происходит очень быстро. И когда человек понимает, что это за программа там, бессознательно, как правило, с большим удивлением понимает, ничего себе, вот это да! Сегодня на консультации сидит девушка, и для того, чтобы поменять программу, ну, она уже поняла, что хочет поменять, но что не работает, что очень странная программа. Она говорит, я в жизни бы никогда не подумала, что как-то это, а сейчас понимаю точно это. И я говорю, хорошо, если хочешь менять, давай, пожалуйста, сейчас придумай, а на что бы ты хотела поменять, как бы это по-другому было бы для тебя, для всего рода, для твоих детей, для твоих внуков. Она говорит, ну, сейчас попробую сформулировать. И вот она начинает думать новую программу, и вот так складывает слова, что опять вылезает старая, вот и слава. Она говорит, так нет, подожди, что опять старая. А если вот так вот, вот так вот сказать, что опять старая вылезает? Они очень выгодны, все эти старые вещи. Мы научились с ними жить, мы научились подстраиваться, ведь внешне так красиво выглядит, например, то, что ты делаешь много доброго делать для других людей. И вроде бы как самооценка повышается, вроде как люди тебя любят. А потом, когда смотришь в реальности, вот так, как мы с вами смотрели, программа, которая давно разрушает твои отношения, которая вообще никому не приносит ни развития, ни удовольствия, и тебе тоже никак не повышает самооценку. Но это же ее рассмотреть сначала нужно. А потом еще, а на что ты хочешь заменить, а что можно по-другому? А ты всю жизнь так жил. И в роду все так жили. Это такое интересное путешествие к самому себе. У тебя есть уникальная возможность. Итак, поработать с программой, взять уроки, чему тебя на самом деле учили. И только после этого, уже на тонких вибрациях, можно попросить Творца, чтобы эта программа энергетически заменилась. То есть происходит изменение на генном уровне, представляешь? И это значит, что и для тебя, и для всех членов твоего рода дальше все, эта программа отработана, не будет повторяться. Вот такую удивительную тонкую работу можно делать сейчас на тонком эзотерическом уровне. И мы действительно реально можем создавать поток богатства, создавать поток удачи, создавать поток любви в своей жизни. Мы можем всё абсолютно. Только нужно понимать, каким образом ты можешь это сделать. Теоретически все понимают, что у всех есть поток изобилия. А вот практически как это сделать? И для тех, кто действительно себя настолько любит, что готов поработать, чтобы любить себя больше, и что по твоему роду передалась любовь к себе, любовь к людям, любовь к миру, и доверие себе, людям, миру и так далее. Вот то, что мы называем добродетелями. То, ради чего мы приходим сюда, чтобы нарабатывать эти добродетели, создавать эти добродетели в реальном формате, а не в иллюзии, как нам кажется. Вот для тех, кто по-настоящему хочет этих изменений, их можно сделать легко просто. Я дам вам ещё супер-бонус. Если вы в течение одного дня сделаете для себя этот подарок, а скоро 8 марта, и ты ведь достойен этого подарка, чтобы для самого себя создать более успешную гармоничную жизнь, чтобы для всего рода пошёл совершенно другой поток любви. Так вот для вас ещё будет супер-бонус. У каждого человека есть в мозгу так называемая шишковидная железа, и в ней есть, тоже её так называют, управляющая клетка или клетка-командир, её ещё называют сигнатурная клетка. Это та клеточка, которая первая образовалась после слияния яйцеклетки сперматозоида. И эта клетка, она командует всеми остальными клетками тела. И вот постепенно, в силу того, что у нас не совсем хорошая экология, не совсем правильное питание, сильные стрессы бывают. Вот эта клеточка, она как бы раньше времени состаривается. И об этом знает вся наша традиционная медицина, об этом знает наша наука. Там есть такое понятие теломеры, и вот это как бы кончики хромосом, они как бы так связи нарушаются, они как бы условно говоря разлохмачиваются. И это как бы за счёт этого укорачивается время жизни, быстрее стареет организм и так далее. То есть клетка-командир не так полноценно выполняет свои функции, так скажем. И вот когда вы час поработаете, заменяете эти глубинные программы, свои внутренние, расчистите эту энергию внутри, тонкую энергию тонких вибраций, которые заблокированы этими дурацкими программами в себе, вот тогда можно сделать удивительную вещь. Можно активировать вот эту управляющую клеточку. можно на тонких высоких вибрациях сделать так, чтобы вот эти хромосомочки, теломерчики, чтобы они омолодились. Это называется активация хромосом молодости и жизненной силы. Не существует ничего невозможного в этом мире. На тонких вибрациях возможно абсолютно всё любое изменение. И тогда происходит омоложение не за счёт вкачивания внешней энергии. Когда вы, допустим, допросите энергию у кого-то из просветлённых мастеров, поводили, поводили возле морщиночек, морщиночки разгладились. Или вы встали возле зеркала и сказали, я молодая, я красивая, я замечательная, я любимая. И временно наполнились вот как бы этим состоянием прошлого, когда вы помнили себя такой. Да, временный всплеск энергии будет. Да, временно заблестят глаза. Да, временно улучшится состояние кожи. Временно. А здесь происходит глубинное внутреннее изменение. Когда клеточка командир активирована, и она даёт задание всем остальным клеткам тела тоже на активацию хромосом. Эта техника называется фонтан молодости. Когда омоложение идёт изнутри, когда поворачивается время вспять. Но для того, чтобы это произошло, важно вначале поработать с программами, вот с теми тяжёлыми программами, с тяжёлыми энергиями, которые там внутри в бессознательном стоят. Поэтому для вас это будет супер-бонусом. Кому нравится такой супер-бонус, пишем плюсиком, пожалуйста. Удивительные возможности сейчас есть на планете. И ты увидишь, насколько это тонко и просто. Я точно знаю, что у вас сейчас внутри звучит «не может быть». Это невозможно. Как это так? Правда ведь есть такое состояние? Это всё абсолютно объяснимо наукой. Есть такое понятие квантовая физика. Мы с вами учили этот раздел в восьмом классе все. И на чём основывается квантовая физика? Это часть физики, которая изучает мельчайшие субатомные частички. То есть то, из чего состоит ядро и электрончик. И сейчас просто семимильными шагами развивается квантовая физика. Открытие за открытием. Точно так же, как семимильными шагами сейчас появляются новые возможности в эзотерике. Вот тонкие вибрации седьмого плана, они стали доступны буквально несколько там 20-30 лет назад вообще на планете. И все старые школы, школы 20 века, то, что мы называем, вот всё, что вы знаете, они работают на более низком уровне вибраций, потому что это школы прошлого. Тогда хорошо хоть такие были. Потому что спасибо, что пошла, это вообще волна эзотерики. Но сейчас есть новые возможности, новый доступ. И это основано на квантовой физике. В чём фишка квантовой физики? Рассказать? Смотрите. Вот мы всё знаем, есть ядро, есть электрончик, который летает по орбите. И вот чем отличается квантовая физика, которая изучает вот эти субатомные частички? Там вообще не работают те законы, которые открыты здесь на уровне нашей физики, обычной физики света или физики, там, кто у нас там, Энштейн занимался этим всем, да? Там вообще другие законы. И один из главных, там есть шесть постулатов, чем всё отличается. Первый постулат в том, что когда есть наблюдатель, допустим, микроскоп мощнейший смотрят на это ядро электрончик, когда есть наблюдатель, поток внимания, то есть ядро и есть электрончик, то есть проявляется свойство физического тела, физического мира. А когда нет наблюдателя, вот вся эта штука превращается в волну, в энергию. Есть наблюдатель – физическое тело, нет наблюдателя – энергия. Представляете? И на этом построена вся квантовая физика. Ну, там есть шесть отличий. Это одно из них. И вот в чём моя роль как мастера? Настраивать своё тело так, чтобы быть этим самым наблюдателем, чувствовать эти тонкие вибрации, и тогда под взглядом наблюдателя вот эти вот элементарные субатомные частицы, они материализуются. И тогда можно менять любую структуру генов, и тогда можно менять любые установки внутри, полный доступ к своему бессознательному. Можно переходить от тонких вибраций к материальному миру, и тогда материализуются твои желания, и увеличивается поток исполнения твоих желаний. Фантастический ключ к своей жизни, представляете? И на самом деле это может любой человек. Нас просто никогда этому не учили. И я провожу курс, на котором обучаются этому. Этот курс называется Тета-Хилинг. Тета – вот те самые вибрации мозга, на которых работаешь. Хилинг – это целительство, это духовное целительство, это возможность мгновенно изменять всё в своей жизни. Это может любой человек, представляешь? И ты можешь. Нас просто никогда этому не учили, а сейчас такие возможности есть. Поэтому я тебя приглашаю. Три уникальных возможности. Первое – попробовать поработать вот с этими внутренними программами. Вот смотри, всё твоё сознание говорит, что это невозможно. А вот посмотри на картинку на экране, пожалуйста. Пишите плюсиком, кто знает этого человека. Его знает весь мир. Его зовут Ник Вуйчич. У него нет рук вообще. У него нет ног. При этом его знает весь мир. При этом у него прекрасная семья и любящая жена. При этом у него двое детей. При этом у него такой поток любви. Фантастический. Посмотрите, пожалуйста, на его сияющую улыбку. Он абсолютно счастливый человек. Его любят все во всём мире. Для него возможно. Его планы реализуются. Потому что у него внутри нет дурацких программ, что любовь – это боль, что себя надо наказывать и так далее. Удивительно, но факт. Всё, абсолютно всё в твоей голове. И это подтверждается квантовой физикой. То есть всё, что я делаю, это на самом деле имеет абсолютное научное обоснование. И 10 лет назад стали делать первые квантовые компьютеры. И в этом году уже просто на рынке, на мировом рынке, есть компьютер, который можно купить, который работает на совершенно других принципах. И он в миллиарды раз мощнее, чем тот компьютер, за которым ты сейчас меня слушаешь. И можно говорить, нет, это невозможно. Но вспомните, пожалуйста, когда наши бабушки даже представить себе не могли, что у вас сейчас есть мобильный телефон. А ваши внуки будут смотреть на вас, как вы когда-то смотрели, на тех, кто не умел набрать СМС-ку на мобильном телефоне. Всё развивается, мир развивается, прогресс развивается. У вас есть уникальный шанс быть первым, лучшим, в первую очередь для себя, используя новейшие технологии, используя опыт и знания мастеров, которые владеют этой технологией. Во-первых, помочь себе, своей семье. Во-вторых, вы можете научиться этому. Кто хочет научиться, вы просто пишите Ольге, нашему организатору, что я хочу учиться. И мы свяжемся с вами напрямую. Я преподаю курс в Киеве, курс в Одессе и курс в Москве. Это в ближайшие два месяца будет. Вы можете научиться самостоятельно это делать. Лучше всего взять для себя персональную консультацию, вот та, что у вас идёт по ссылочке. Час работы. И попробовать, как это работает для тебя. Насколько это легко, просто и красиво. Когда сейчас меня спрашивают ребята, с которыми я училась, с которыми по психологии все возможные вещи делали, они говорят, Лена, ну что это, неужели это так мощно работает? Я говорю, ты не поверишь. Я всю жизнь этим занимаюсь. Я никогда не думала, что за 10 минут можно сделать столько, сколько в обычной консультации я бы работала месяц с человеком. За 10 минут можно сделать то же самое. Другие вибрации, другой уровень, другие возможности для тебя. И ты тогда можешь стать тем самым крепким орешком, вот как на картинке, который будет тем человеком, который в твоём роду даст совершенно другие возможности для всех поколений. И для себя в первую очередь. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, уникальным шансом. Я, честно говоря, не знаю лучшего подарка к 8 марта, чем взять для себя вот такую консультацию. Это несравнимо ни с какими деньгами, которые можно заплатить, не знаю, там за розочку, за новую сумочку, за новую кофточку. Это новая жизнь вообще. Это новые уникальные возможности для тебя. А плюс ещё такой супер бонус. Представляешь, фонтан молодости. Вау! Об этом даже помечтать невозможно было 30 лет назад, что такое вообще реально возможно. А это реально и возможно. И у меня более 40 тысяч человек, с которыми я работала за это время. И я физически работаю в шести странах. И я работаю по всему миру. И я очень люблю свою работу. И если я чем-то занимаюсь, то я докапываюсь до глубины и до сути. Если я что-то не понимаю, я докапаюсь, чтобы понять, как это работает, я ничего никогда не беру на веру. Я вначале всё испытываю на себе. Если вы знали, сколько программ у себя, всю жизнь работая с людьми, и будучи психологом, сколько программ я достала, отработала в своём роду, в своей жизни, в своих воплощениях, я могу вам сказать, что это работает. Это даёт удивительное состояние гармонии, счастья, любви, творчества. Всё это может быть для тебя. И никто, кроме тебя, это сделать не может. Ни один экстрасенс, ни одна кандалка, ни одно ясновидящая никогда не сделает этого за тебя. Потому что это твои уроки. Это уроки твоего рода. Это уроки твоей жизни. И только ты их можешь взять. Больше никто. И тогда меняется всё в жизни. Не просто, ну, конечно, очень хочется, чтобы кто-то пришёл там волшебной палочкой, помахал, всё и случилось. Но мы все нормальные люди, всем так хочется. Но только не бывает так. Просто не бывает. Потому что, если ты не взял уроки, оно временно может измениться, временно закачаться. Можно убрать источник. И тогда всё будет по-другому. Представляешь, как интересно. Кому нравится такое предложение, напишите слово «нравится». Итак, для вас супер скидка. Посмотрите, пожалуйста, на циферки. Сделала так, чтобы любой человек мог для себя взять эту часовую консультацию, если захочешь. Сделайте такой супер подарок. Для вас супер бонус активации управляющей клетки. Для тех, кто настоящий продвинутый мастер. Для вас ещё одна прекраснейшая новость, потому что есть работа в группе мастеров, когда мы меняем целую серию программ. Потому что есть души мастера и души дети. Души дети приходят для того, чтобы самим развиваться. Души мастера приходят на планету для того, чтобы помогать душам, детям развиваться и самим развиваться тоже. И как правило, души мастера берут такой крепкий рот на отработку, там есть с чем поработать, что по роду мамы там, что по роду папа, с чем поработать можно, что с вами вообще там есть, с чем поработать. И вот тогда такие мастера собираются в другую, и мы работаем программу за программой. Работаем программу, берем уроки, я прошу творца, делаются замены. Следующая программа, следующая, следующая. Это целых 12 часов чистой практики. Там вообще нет теории. Мы просто работаем программу за программой, заменяем. Это происходит в скайпе. То есть неважно, в каком городе вы живете. Я работаю в прямом эфире, я не могу это записать, потому что у всех свои программы. Мы просто берем те, что одинаковые есть у мастеров. Это 12 часов практики, и стоит вся эта работа, представляешь, всего-наксиво 13 тысяч рублей. То есть посмотри, одно дело взять персоналки, 3, или взять 12 часов практики за 13 тысяч рублей. Представляешь, во сколько продуктивность выше? Это фантастическая штука. Это удивительная возможность просто всю свою жизнь пересмотреть. Я специально сделала это для мастеров, у кого много программ. Потому что когда приходит душа ребенок, он одну, две, три поменял за час, все, у него тоже не меняется. Мастеру, как правило, нужно глубину, нужно основу, нужно там много корневых программ бывает. Это все для вас. Выбирайте, пожалуйста, по ссылочкам, что вам больше нравится. Если вы хотите обучаться этому методу, напишите, пожалуйста, Ольге, и мы с вами свяжемся. Я расскажу для вас все, что возможно. Дам максимальную скидку, которую могу дать. После этого обучения вы получаете официальный американский сертификат целителя. В зависимости от того, к какому городу вы ближе живете, вы выберете, куда вам удобнее приехать. А для того, чтобы работать в группе мастеров, это онлайн, это по интернету. И группа сама выбирает время, когда всем удобно. Вот сейчас группа уже собрана, и как раз сегодня шло обсуждение, когда всем удобно. и выбрали 4 дня удобных, 8, 9, 10, 11 марта. Это официальные выходные, и все точно могут подстроиться. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите по-взрослому, по-серьезному поработать, вот для вас есть такая практика в группе мастеров. Если у вас есть дополнительные вопросы, я постараюсь максимально описать по ссылочке то, что там происходит. Если еще какие-то личные вопросы, пишите, пожалуйста, Ольге, она мне передаст ваши контакты, и мы с вами уже более детально обсудим, какие задачи перед вами стоят. И я всегда говорю, возьми сначала персоналку, почувствуй, нравится тебе работать в этом стиле, подхожу ли я тебе как мастер, понятно ли то, что я объясняю. Но на самом деле я точно знаю, что ты ведь решение уже принял, правда? Потому что настоящие мастера интуитивно чувствуют, что это их мастер. Что то, что я говорю, каким-то удивительным образом тебе очень понятно и очень близко. У кого есть это чувство, просто доверься себе. Лучше подарка придумать невозможно. Меня зовут Елена Денисенко. И мы сейчас сделаем с вами завершающую технику, завершающую практику, потому что я уже две минуты забираю у следующего спикера. Итак, у вас есть все контакты Ольги, поэтому, пожалуйста, вы можете с ней связаться и взять всю информацию, которая вам необходима. Давайте напишем много-много улыбочек нашему замечательному организатору, который за вас всегда очень переживает, который хочет, чтобы вы получили всегда по максимуму каких-то возможностей. Просто как благодарение для Ольги, много улыбочек пишем. И сейчас делаем завершающую практику. Поскольку мы были на тонких вибрациях, то важно сделать то, что называется заземление, чтобы войти в свои обычные вибрации. Но перед этим я вас попрошу, отследите, как себя чувствует ваше тело. Вот мы полтора часа с вами уже общаемся. Во-первых, кто с удивлением обнаружил, что уже полтора часа прошло, когда ты на тонких вибрациях, там нет времени, время исчезает. Кроме того, для тебя мощнейший поток оздоровления. Ты помнишь? Это происходит автоматически, независимо от меня. Каждый раз, когда я работаю с людьми, вот этот поток, он идет для каждого из слушателей. Так что я тебя поздравляю. И напиши, пожалуйста, как себя чувствует тело. Через эти полтора часа удивительного общения. Все замечательно. И мы делаем с вами завершающую практику. Поэтому потянись, пожалуйста, сладко. И вы помните, я ничего не могу делать без вашего согласия. Вы либо говорите «да», что вы согласны просто вслух, либо пишите у вас лицательные знаки в чат. И тогда мы делаем практику. Глубоко вдыхаешь, легко выдыхаешь. И представь себе, что на тебя сверху, как будто бы огромный душ, идет поток любви Творца. И эта энергия наполняет каждую клеточку, каждую хромосомочку. Наполняет энергию все твое тело. И клеточки начинают работать ритмично, гармонично, здорово, замечательно. И сосредоточь внимание на сердце, на сердечной чакре. И представь себе, что твое внимание мягко уходит вниз, в центр планеты. И оттуда поднимается красивая бело-голубая энергия планеты Земля. Поднимается выше, выше, выше. Заполняет все твое тело. Поднимается вдоль позвоночника. Включаются чакры одна за одной. Начинают работать ритмично, гармонично, здорово. И энергия поднимается до седьмой чакры, до макушки. И вот почувствуй, что ты как бы находишься в единении потоков. Потока сверху, потока любви от Творца. И потока энергии от планеты Земля. И вот ты как бы наслаждаешься, купаешься в обоих этих потоках. Вот твое тело находится как бы посрединочке между ними. И каждый из них вносит что-то свое, в каждую клеточку своего тела. Замечательно. И делаем следующее. Смотрите, как ручки потерли. Вы так раз-раз-раз между собой как бы помахали. Отсоединились от меня. Благодарю вас за приятный вечер. Благодарю за вашу активность. Меня зовут Елена. Елена Денисенко. И я думаю, что мы с вами еще будем встречаться обязательно. И пожалуйста, возьмите для себя удивительную практику. Как подарок на 8 марта, как минимум. И если вы в течение суток делаете эту оплату, то у вас будет супер-бонус активация управляющей клеточки. Фонтан молодости для всего тела. И у вас есть возможность взять для себя с большой скидкой работу в группе мастеров. 12 часов практики за 13 тысяч рублей. Когда вы поменяете, где-то 12-15 программ полностью уберете, которые мешают вам в жизни. Спасибо большое за ваши благодарения. Я тоже вас благодарю. Меня зовут Елена. Елена Денисенко. И до встречи на персональных консультациях. И до встречи в прямом эфире. Я приготовлю для вас какую-то еще интересную тему. До свидания. Благодарю, Ольга, за приглашение.